Можем начинать, да? Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Шерешева. Я работаю в компании Vivasan уже 22 года, а в компании вообще в бизнесе прямых продаж уже, наверное, 27 лет. В общем, много давно, есть чем поделиться и, более того, хочется поделиться. Но сегодня, кроме того, что есть чем поделиться, потому что мы будем говорить, конечно, о том, как зарабатывать деньги, я хотела бы вот с чего начать. Что сейчас волнует людей больше всего? Все мы понимаем, что это, конечно, здоровье. И вот я открываю Яндекс, программу, которую многие из вас знают. Сколько запросов по каким-то словам, чтобы можно было посмотреть. И что мы видим? На слово ковид, что нас пугает? Мы хотим здоровья, нас пугает коронавирус, то есть ковид. И вот теперь смотрите на экране. На слово ковид, со словом ковид, искали это слово 14 миллионов 772 тысяч тракота. То есть страшно. И, в общем, люди хотят понимать, что это такое, чего особенно боятся. Но вы знаете, что меня удивило? 14 миллионов, но не 8 миллиардов. Хотя как бы боятся это все. Ладно, 14 миллионов. Хорошо. Тогда, если люди боятся ковида, то, наверное, они ищут как защититься от ковида. То есть профилактика. Набираем профилактику ковида. А вот теперь посмотрите шоковая цифра. 45 тысяч. То есть из 14 миллионов это как-то процентов. Значит, 140 это 10, 3 процента. Так? Правильно посчитала? Ну, в общем, все равно очень мало. 14 миллионов из ковид боялись. То есть страх у нас у всех. А 45 тысяч только понимают, что нужно вообще-то себя защищать и какая профилактика должна. Но дальше еще одна интересная цифра. Слово здоровье. То есть страх работает, понимаем. 14 миллионов боятся ковида. Профилактикой никто не собирается особо заниматься. Но хотят здоровье. 9 миллионов человек почти. 8,974. 9 миллионов понимают, что здоровье должно быть. И тут как бы мы прощаем им то, что они профилактику как-то игнорируют. Хорошо. 9 миллионов готовы здоровьем своим заниматься. Хотят этого здоровья. Теперь все понимают, что две проблемы сейчас самые важные. Это здоровье и деньги. Так вот, здоровье. 9 миллионов. Сколько же людей ищут слово деньги? Игорь, вот сначала деньги, если можно. А потом зарабатывать. Деньги. Ребята, смотрите. 20 миллионов. 391 тысяча. 20 миллионов. Больше, чем здоровье. Я уж не говорю о профилактике. Даже больше, чем страх ковида. Людям нужны деньги. То есть они нуждаются. Люди, которые ищут деньги. Теперь смотрите следующую цифру. Слово «зарабатывать». Ну, откуда еще деньги возьмутся зарабатывать? Слово «зарабатывать». Смотрим на слово «зарабатывать». И на слово «зарабатывать» у нас цифра становится 3 миллиона 143 тысячи. То есть денег хотят 20 миллионов, но зарабатывать эти деньги хотят 3 миллиона. Вот как-то вот остальные 17 миллионов, наверное, не очень представляют вообще, откуда их брать. Теперь то, что нам интересно, да, это слово «продажа». У нас есть варианты разные, да, это наемный труд, понятное дело. Но мы сейчас будем говорить о продаже. Продажа. На слово «продажа» смотрите сколько. 19 миллионов. То есть вот как бы если соответственно эти цифры рассмотреть, 20 миллионов деньги и 19 миллионов продаж. Ну, будем думать, что, наверное, они понимают, что это можно заработать таким образом. А вот теперь действие. То есть чтобы была продажа, ее нужно продать. То есть это уже реальные действия. На слово «продать» уже 7 миллионов 389. То есть готовы уже реально действовать и продавать вот такое количество людей. Ну, в принципе, в общем, они достаточно такие логичные. Единственное, что вот мне показало, какие выводы вы сделаете, я не знаю, а какие выводы я делаю из всего того, что на здоровье я вам сказала. Ковида боюсь. Защищаться не понимаю, как и вообще не понимаю, что вообще, как можно ли защититься. То есть жду болезни, да. Но здоровье хочу. То есть здоровье хочу. Поэтому... И вот здесь вот как раз вот эта вилка. Хочу здоровье, боюсь ковида, но не понимаю, как это вообще связано. То есть вот этой связки, что можно себя защитить, ее нет. Она у нас есть, она в принципе есть, а не только у нас, вообще у каждого человека. Это убрать панику, страх, да, не слушать, не смотреть каких-то страшилов и заниматься своим собственным иммунитетом, здоровьем и иметь на всякий случай какие-то определенные... продукты, которые могут защитить. А вот что касается денег, здесь меня эта цифра, в общем-то, больше порадовала даже. Ну, во-первых, потому что люди понимают, что и здоровье без денег тоже не получается. Все равно жить надо, и кормить семьи надо, и как-то так. Жить все равно надо. И 20 миллионов ищут деньги. Правда, три с половиной только понимают, что их надо зарабатывать. Они с потолка не упадут. Но из этих 20, 7 миллионов готовы на продажи. Но продавать уже, то есть действует работа, всего 3,5 или 3 миллиона там всего. Вот смотрите, что это за каша вот в этих цифрах. Это каша в наших головах, в наших суждениях и в нашем понимании. Потому что люди настолько сейчас спуганы и настолько все неопределенно, все не точно, во всем абсолютно. Да, это можно или нельзя. Это вообще нельзя, но если очень хочется, то можно, ну и прочее. Так и здесь. И вот это вот путаница у людей, которые не понимают. И вот здесь нужно просто понять и показать вот эту разницу. Итак, сейчас я хочу открыть вам вот эту презентацию. Я ее не буду все-все-все делать. Я просто хочу... Так, сначала. Ну, да, сегодня зарабатывать, быть здоровым, свободным и независимым, ну, хотят, конечно же, все. Дальше я... Ну, это вот я про себя говорю, что 25 лет работала педагогом-музыкантом. 27 лет в МЛМ-бизнесе, из которых 22 года в Вивасане. Международная структура, квалификация Вивасан, генеральный директор. Ну, и самое большое из всего этого, что это не только я, и не столько я, если бы у меня не было столько мощных, умных, талантливых лидеров, наверное, ничего бы, и ненаверное, точно ничего бы не получилось. И более 200 человек стали лидерами в бизнесе, в этом бизнесе МЛМ, в бизнесе здоровья. Так, я хотела... Вот, что я вам хотела показать. Итак, есть несколько вариантов заработка, если мы начинаем говорить о заработке. Наемный труд, частный бизнес. Ну, вот, подождать можно, почему-то многие думают, что все вернется, и будет так же, как и было. Ну, и зарабатывать, когда хочу, где хочу и так далее. Наемный труд. Вот, я сейчас не хочу разбирать частный бизнес или переждать. Это вообще самое глупое. Жизнь проходит, а мы чего-то будем ждать, но это точно не наш вариант. Я хочу просто посмотреть наемный труд и зарабатывать, когда, где и сколько хочешь. Это продажа. Теперь слово продажа, к которому относятся нормально 20 миллионов человек в этом месяце. Это мы за один месяц брали эти цифры, да? И готовы продавать 3 миллиона человек. Хорошо. Увидели. Вот давайте сравним. Главный страх зарабатывать самому, где-то что-то продавать, да, а не наемным трудом заниматься. Главный страх – это вдруг не будет денег. Вот там, где я сижу, где мне обещали 20 тысяч рублей, там 23 тысяч, как положим, если зарплата, то на руки человек получает 20 тысяч. И там, где я сижу, мне их заплатят все равно. Так кажется. По старым, наверное, советским еще традициям, что вот обещали – дадут. Но сейчас мы знаем, что всякое может быть, и могут и уволить, и сократить, и вообще… А с пандемией так это вообще бог знает что. Ну, не важно. Допустим, человеку кажется, что наемный труд – это более стабильное что-то. Хорошо. Допустим. А вот здесь, там, где зарабатывать, когда, где и сколько хочешь, это как-то, ну, не очень надежно. Предположим, это один из страхов. Ну, во-первых, давайте подумаем. Первое я уже сказала. Наемный труд могут уволить, могут сократить. Понятно. Там, где ты хочешь зарабатывать, где хочешь и сколько хочешь, в данном случае это может быть любая компания, где мы в продаж, то если ты не будешь продавать, то ты и ничего не получишь. Понятное дело. А вот если ты там работать не будешь, то, наверное, ты тоже, мало чего, получишь, можешь быть уволен. Хорошо. Это один из страхов. Страф номер два. Здесь я не вкладываю деньги, там, где наемный труд. Я просто прихожу, пишу заявление и начинаю вкладывать свое мнение, опыт, время, энергию и так далее. А в бизнесе якобы нужно вкладывать колоссальные деньги. Вот хорошая новость. Первая, самая главная новость. Ищите компанию, где не нужно вкладывать больших денег, где нужно реально, если ты вложил там 3 тысячи рублей или 5 тысяч рублей, но ты на них получил какой-то продукт, который тебе нравится. Вот нужно искать именно такую компанию. И я здесь абсолютно согласна с этим риском, когда люди говорят, ага, я приду куда-то в какую-то компанию, прямых продаж, внесу колоссальные деньги, большие деньги, которых у меня сейчас нету, и их не отработаю. И это правда, и этого не должно быть. Вот теперь давайте посмотрим. Если мы говорим зарабатывать как так, где, сколько хочешь, мы вам предлагаем вариант компании VivaSan. Это продукция из Швейцарии. Прямые поставки из швейцарских заводов. Кто не очень понимает, кто путает иногда Швейцарию со Швецией, хотя это все меньше и меньше, но тем не менее, такое бывает. Это разные страны, и немножко все по-разному у них там. Швейцария считается во всем мире, это не мы говорим, это во всем мире доказано, считается лидером в производстве не только часов и шоколада, но и самых лучших лекарств и всех продуктов для здоровья. Это уже признано в мире. Так вот, VivaSan предлагает на сегодняшний день продукцию, которую можно использовать для защиты, в том числе от ковида, для здоровья, которое ищет там сколько миллионов, 9 миллионов человек, для от страха не заболеть ковидом, который ищет 12 миллионов человек. Это продукт, который реально защищает. Это не значит, что это панацея, но это значит, что организм более крепкий, более подготовленный, даже если подхватит эту инфекцию, то очень быстро можно справиться. Сам организм справляется, и продукты есть, которые помогают справиться. И у нас уже многие переболевшие люди, которые болели, кто три дня, кто семь дней, кто две недели. Ну, по-всякому, есть люди, которые болели дольше, но чаще это все-таки получалось как-то поменьше. Ну, слава богу, живые. Так вот, предложение на сегодняшний день самое актуальное. То есть ты продаешь и предлагаешь продукцию, которая нужна абсолютно всем на сегодняшний день. И вот здесь цены. Здесь самый быстрый способ. Да, и вот здесь цены. Игорь, а можем мы… Так, ну вот тут гарантированное качество для здоровья, красоты. Та-та-та-та-та-та-та. Это все вот кому это нужно. Это сейчас нужно абсолютно всем. Нужно общаться с людьми, чтобы было вон чего. И вот дальше я могу сказать, кому это неинтересно, можно дальше не слушать. Спасибо, что зашли. Кому это интересно, можем дальше продолжить. Итак, вот здесь вот у меня вот было написано, да, вот Игорь, если можно вашу… Вот один из комплектов, например, да, из комплектовых косточек – это я выложил те продукты, которые действительно реально помогают и спасают нас, да, которые можно продавать. Вот если даже три наименования продать и заработать 1400 в день, ну и так далее. Но я сейчас хочу сравнить следующее. Сейчас я, чтобы вас не отвлекать, делаю вот таким вот образом. Смотрите, наемный труд. Человек идет, ему говорят, зарплата 23 тысячи. Это сейчас средняя зарплата регионов. Я о столице не говорю. В столице немножко другие деньги, правда, там и другие расходы. 23 тысячи. На руки человек получает 20 тысяч. Сейчас запомнили эту цифру. Если мы разделим 20 тысяч рублей на 180 часов рабочих с двумя выходными, 8 часов рабочий день, ну и еще плюс 2-3 дня, если 31 день в месяц, то получается час стоит 1113 рублей в час работы. День стоит 990 рублей. Вот при такой зарплате. Человек не может уйти, не может заняться какими-то своими делами. Он должен идти в 9 и уйти в 6. В лучшем случае, если там как бы вот такие, такое трудовое соглашение. Хорошо. Они якобы стабильные. Вот меня не уволили, вот якобы все стабильное. Хорошо. Давайте посмотрим. Игорь, покажите нам вот эту вот картинку, которую вы сейчас сделали. На память. Теми продуктами, которые можно не просто предлагать, а гарантированно сказать, если у тебя стоят косточки, как мы их называем, экстракт грифрутовых косточек, то ты уже защищен точно. Как только. Вот смотрите. Если продать, вот эти раз, два, три, четыре, пять, одного чего-то там, нету какого-то наименования. Что-то мы потеряли одно, Игорь, да? Спрей. Пять. Спрей, косточки. А, эвкалипт-то. Пять продуктов. Ну, хорошо. Пять, может быть, но я просто на шести считала. Смотрите, мы не стали здесь отягощать цифрами, но здесь только косточки, стоимость косточек две тысячи, а нет, три тысячи четыреста. Стоят косточки. Клиентская цена. А все остальные продукты, ну, нам они еще стоят, вот этот вот спрей, который реально защищает, делает защитную пленку, стоит тысяча семьсот для клиента. А все остальные продукты примерно стоимостью тысячу рублей, тысяча десять, тысяча восемьдесят шесть, тысяча четыреста. В общем, не такие безумные цены. Так вот продать эти наименования одному клиенту, или там, вот если все вместе, может быть, семьи клиентов, мы зарабатываем две тысячи триста шестьдесят один рубль. Просто с продажи деньгами. А это уже больше в день, чем девятьсот рублей, если там идти на работу. Если продавать каждый день, я просто предложила вот эти наименования, а у нас их триста. Там есть много чего, что можно продать. Если продавать это каждый день, так же с двумя выходными, пять дней, и там может быть совсем не восемь часов, поначалу может быть и восемь, потому что, ну, когда не очень умеешь. А потом, когда ты уже учишься, это может быть два, три часа, четыре часа в день для того, чтобы продать или там зарегистрировать человека. Мы говорим о продаже. Если каждый день продавать, то это получается пятьдесят две тысячи рублей только с продажи. То есть вот те деньги, которые ты берешь сразу в руки. Но плюс к этому компания еще за вот этот оборот, за этот объем платит себе в районе сорока тысяч рублей. Ну, там плюс-минус, как, ну, там, просто маркетинг надо показывать. Итого девяносто одна тысяча рублей. Так вот, ты можешь это продать? Пожалуйста, девяносто. Ты можешь продать два раза больше. Более дорогие кремы, более дорогие какие-то наименования. Ты можешь получить девяносто, можешь получить сто двадцать тысяч, можешь по восемьдесят получить. В зависимости от того, как ты умеешь продавать и что ты продаешь. Я пока предлагаю вот тот вариант, который сейчас вот всем нужен для защиты от этой заразы. Кошмарный. Так вот, даже если ты не все продал, а продал в два раза меньше, ты заработал сорок пять тысяч. Хорошо. Для того, чтобы тебе заработать столько, сколько для наемного труда, тебе нужно всего одиннадцать, двенадцать дней. Одиннадцать дней. Одиннадцать рабочих дней. Ну, иначе говоря, две недели, остальные две недели можешь быть в отпуске. Поэтому, когда мы говорим о каких-то страхах, нужно просто понять, что это такое, быть уверенным, чтобы были гарантии, а это сертификаты, это уже двадцать пять лет компании, которая сейчас работает у нас, это уже отзывы, ну и прочее, прочее. Если ты это знаешь, понимаешь, ты знаешь, как действует этот продукт, нужно просто рассказать, и пусть человек решает, да или нет. Вот вся работа, которая у нас, которую мы называем продажей. Хорошо. если не нравится этот вариант, то у нас есть еще, у нас есть еще вариант, есть такой прибор, мы его не продаем, мы его сами выкупали для себя, ну не все люди, а у кого-то они есть. Это прибор, который показывает, в каком состоянии твои органы, вот твой организм и твои органы, и где здесь засада может быть. Потому что еще ты внутри сам не чувствуешь каких-то проблем или болей, но уже это может увидеть вот этот вот прибор для пульса. И можно вовремя, как можно раньше обратиться за помощью, и не только там в Вивасане, это можно сделать и просто у врачей. Так вот, если научиться работать на биопульсаре, а у нас проходят эти обучения, и всего одного человека в день приглашать, только на измерении можно заработать 22 тысячи рублей. Прибавьте этот тем с 91 тысячи еще 22 за измерение. Ну да, на это надо потратить время. Да? Так, так, так. Есть еще варианты? не продавать, а предлагать людям также получить дисконтную карту. Вот те самые пять продуктов, которые мы вам показывали, они уже являются, если их купить, они уже являются основанием или кому-то продать, но написать на себя, естественно, потому что ты продал людям, которые хотят по одному-два продукта. вы написали это на себя и вы получаете дисконтную карту и получаете сразу дисконт 23%. Если такую же карту вы предлагаете своим друзьям, знакомым и незнакомым, и опять же, смотрите, каждому человеку нужна эта продукция, да? Если нормальному человеку предложить, например, ты купишь в аптеке аскрин или швейцарский продукт, человек начинает размышлять и пусть он размышляет на здоровье, пусть он принимает решение. Кто будет покупать аскрин и разве Бог, дай ему Бог здоровья. Кто будет выбирать самый лучший товар, швейцарский товар в мире, он дороже будет, но тем не менее человек понимает, что это очень ценный и важный продукт. И вот вы предлагаете получить также дисконтную карту. Точно также купить эти наименования, чтобы продукция была шестого наименования дешевле. То можно заработать на этих регистрациях и так далее постепенно от 12 тысяч рублей сразу за месяц, подписав всего трех человек, до миллиона рублей. Но разумеется, до миллиона это уже не через месяц. И там, где у вас будут говорить людям, что вообще приходите в компанию и говорите вообще вложил вот сколько-то денег, можно уже ничего не делать. Нет таких компаний, нет такой работы, где не надо ничего делать. если ты хочешь зарабатывать деньги, там безусловно нужна работа. Тогда давайте введем такой резюме наш. так судя по запросу, Игорь, если можно, покажите еще раз нашу табличку по запросам. Да, сейчас. Да? По запросам я закрыл. Не, ну, откройте пока я говорю, может, откройте. Судя по этим запросам, вы можете сами взять и посмотреть. Это называется WordStat. WordStat. Английскими буквами WordStat. Слово в смысле WordStat. Если вы наберете или просто наберите как найти сколько запросов по Яндексу, как найти по Яндексу, он тут же вам выдаст вот этот WordStat. Вы его открываете и набираете то слово, которое вас интересует, чтобы понимать сколько запросов на это слово. И вот мы с вами смотрели то, что мы с вами понимаем, что людям нужно здоровье, люди боятся. И давайте еще раз просто резюме. Что люди сейчас чувствуют? Ну, конечно, это такая статистика, привязанная с Анучей нами, но, тем не менее, чего можем? Вы смотрите, страх ковида 15 миллионов, 14 миллионов 700, 15 миллионов запоминай. То есть страх ковид 15 миллионов ищут, судорожно смотрят, что это вообще, где его, сколько его и что это такое. Это ковид. Защита, профилактика от ковида вообще смешно, 45 тысяч человек. Кто может посчитать, сколько это, какой это процент? 14, 15 миллионов, полтора миллиона это 10 процентов, 150 тысяч это 1 процент, а, 0,3 процента, 0,3 процента, даже процента нет. То есть бояться-то мы боимся, но, смотрите, 45 тысяч всего людей понимают, что вообще-то от любой болезни есть еще профилактические меры, можно защищаться. Ладно. Сколько же народу хотят? А, прививка 1 миллион 800. Ну, тоже не Бог знает, не Бог сколько знает. Вот, теперь, но здоровье при этом хотят, вот ищут его, 9, да, почти 9 миллионов здоровья. И вот, смотрите, тогда как разговаривать с человеком? Человек хочет быть здоровым, он боится ковида, но при этом не понимает вот это, что можно защититься и каким образом можно защититься вообще просто от болезней. Это то, о чем мы можем говорить. Но самое удивительное, вроде как здоровье самое ценное, да, это то, что на слово деньги откликаются и ищут 20 миллионов человек. Вообще просто, конечно, просто, конечно, 20 миллионов 391 на тысячи. Просто слово деньги. И здесь тоже пошла каша. Когда мы говорим с людьми, мы должны понимать, про чем мы говорим. Человеку нужны деньги. И чем дальше, тем они нужнее будут, естественно, потому что все дорожает и так далее. Но из них зарабатывать хотят и понимают, что нужно зарабатывать всего три с половиной миллиона человек. Три миллиона сто даже. Три миллиона сто. Вот конкретно зарабатывать. То есть человек, тот, который в панике боится ковида, он ищет деньги. Где взять вообще деньги? А уже понимать, где зарабатывать, всего три миллиона сто. Понимаешь, что вообще-то надо их зарабатывать, тогда ищем на продаже, потому что нам важно с вами вот это предложение, продажа, на продаже. Кто понимает, сколько людей понимает, что продажа дает деньги, приносит деньги. И вот тут прям колоссальная радость такая для меня во всяком случае цифра 19 миллионов. Смотрите, она абсолютно идентична деньгам. То есть понимают люди, что деньги 20 миллионов из 20 миллионов понимают, что это можно на продаже получить. Зарабатыванием как бы у нас тут некоторые проблемы. Но при этом хорошая цифра, что продавать люди готовы. На слово продавать у нас 7 миллионов запросов. Продавать, то есть действовать уже 7 миллионов даже 400. И именно это мы в ВИВАЦА не предлагаем. Здоровье себя и свои деньги. И самое удивительное и самое приятное во всей этой истории, что мы видим в интернете, что люди как раз готовы искать и готовы откликнуться на наши предложения. Поэтому варианты у нас есть вложения для того, чтобы прийти в компанию минимальные. Можно вообще от где-то 3000 рублей купить 5 наименований всего на 3000 рублей, уже иметь скинку и уже иметь возможность зарабатывать деньги. Я вам показала, что даже есть 300 наименований. Мы выбрали 6 наименований, 5-6 наименований, которые можно предложить. Но это то, что спасет возможно людей от тяжелого заболевания или тяжелого течения эти продукты. То есть предлагая то, что нужно людям для здоровья, зарабатываем деньги, предлагаем тем же людям, которым мы предлагали то, что нужно для здоровья, также зарабатывать деньги. И вот эти предложения, которые ищут в интернете, которые нужны сейчас людям, абсолютно всем, вот это как раз те предложения, которые мы можем абсолютно спокойно каждому их говорить и рассказывать и быть уверенным. Потому что при слове VivaSan, если мы набираем VivaSan продукцию, во-первых, выходит очень большое количество страничек, отзывов, и вы найдете, может быть, из нескольких миллионов положительных отзывов, один может быть каким-то таким либо негативным, либо заказным, мы не знаем, негатива практически нет. Вот приглашаю вас, вы можете здесь, если вы смотрите нас в Ютубе, вы можете оставить заявку, кто еще ни разу не оставлял, для того, чтобы с вами связались, если у вас есть вопросы. Если вы смотрите нас в соцсетях, пожалуйста, свяжитесь с тем человеком, который вас пригласил, просто напишите или попросите его позвонить, либо выйдите, у нас есть интернет-магазин, который называется VivaSan.one, по-английски One, VivaSan 1, и там также посмотреть о продукции, либо заказать нашу продукцию. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Кроме того, в Зуме присутствуют наши лидеры, к которым вы тоже можете обратиться с любым вопросом. Люди, которые работают более 15, многие более 20 лет. Ну что, вопросов нет? Есть вопрос в социальных сетях написали. Так. Я в чат скину или голосом озвучите. Озвучивайте. Читайте с выражениями. Подскажите, пожалуйста, как же преодолеть барьер негативного опыта и слухов о сетевых компаниях? Как решится человеку начать работу в VivaSan? Ну, если говорить о сетевых компаниях, первое, что люди, люди не понимают, что сетевая компания, вообще спросить, что они вообще под этим подразумевают. Ты боишься сетевой, ты боишься чего? И вот когда мы спрашиваем, чего ты боишься, то чаще всего я боюсь, что я вложу деньги, меня будут каждый месяц заставлять покупать, меня будут, я потом это не продам и так далее, и так далее. Вот это те страхи, которые обычно говорят. Но лучше всего это спрашивать. А вообще я уже того, когда меня спрашивают, это сетевая компания, тогда я говорю, что вы имеете в виду? Это компания прямых продаж, то есть потребительская компания. У меня есть магазин, есть, мы называем это офисом, но по сути это магазины, где продаются швейцарские продукты со скидкой. Значит, склады оптовые по сути, где продаются товары со скидкой. клубы, клубные продажи. А вот распределение денег идет по принципу МЛМ, то есть только распределение денег. Потому что у нас никто не заставляет клиента со скидкой выкупать ежемесячно. Они могут полгода вообще ничего не покупать и придут и с той же скидки покупают. Могут больше даже. У нас нет, даже когда человек получает дисконтную карту, у нас нет такого, чтобы вот берите больше, чтобы у вас была большая скидка. Вообще неважно, взял человек продукцию на 3 тысячи или на 10 тысяч, у него будет одинаковая скидка на продукт 23%. То есть у нас нет того, чего боятся люди в сетевом бизнесе. Ну, а кроме того, если человек начинает работать, наверное, один из страхов, когда он говорит, что вдруг мне не поверят. Ну, или я, либо ты сам не веришь в это. Тогда нужно открыть страничку просто треб надзора. Посмотреть тот продукт, который ты продаешь, открывайте Роспотребнадзор, вносите это название правильное, и вы увидите в Роспотребнадзоре этот продукт. Это значит, что он прошел всей этапой сертификации, ну, и так далее. И когда ты имеешь это все, и когда ты можешь это сказать, рассказать человеку, пусть он дальше решает. Но на сегодняшний день я считаю, что это миссия. Но ты не убедишь человека, если он не хочет. Рассказать мы можем, а все равно человек выбирает. Какие там еще были вопросы, Игорь? Еще вопрос такой интересный. Скажите, с какими производителями вы сотрудничаете? Это первый вопрос. И второй, есть ли посредники в вашем бизнесе? Отличный вопрос. Вот это тот вопрос, который позволяет швейцарскому продукту продавать по тысяче рублей, по полторы тысячи рублей. Если зайдем в аптеку, мы там увидим совсем другие цены. Я же даже не говорю о швейцарских продуктах. Посредников нет. Есть договора, есть у нас президент компании, Томас Дюццерк, который имеет собственные два завода, собственные плантации и долгосрочные договора с заводами напрямую из Швейцарии. Поэтому все продукты, которые мы получаем, мы получаем напрямую из Швейцарии без посредников. Посредниками являемся мы. То есть даже магазинов нет. Магазинов каких-то торговых складов и прочее таких больших крупных, этих перекупчиков, которые каждый эту цену наворачивает чуть-чуть, потому что каждому нужно заработать, если он работает. У нас эта поставка идет из швейцарских заводов по всем странам. По странам у нас 30 и возможности международного бизнеса. И даже сейчас, когда мы вообще не можем никуда двинуться, но сейчас, слава Богу, мы можем это дистанционно работать. Юридически у нас оформлено абсолютно все. Спасибо, Жанна, за вопрос. Юридически абсолютно Томас идет, и мы, естественно, как его партнеры, являемся самыми законопослушными гражданами. Поэтому в каждой стране, где есть ВАСАН, а это около 30 стран, везде юридически оформлено безукоризненно все налоги, все расходы, которые положены, все выплачиваются. Вот как-то так. Все? Есть еще вопросы? Да, вроде все, вроде. Ну, что, дорогие мои, а вообще хочу обратиться ко всем. Ребята, жизнь проходит очень быстро, время течет вообще очень скоро, вот очень быстро. Мы вроде недолго говорили, а срок минут прошло. Вот они уже 40 минут, целых 40 минут жизни уже прошли. И ждать, когда что-то изменится или вернется, абсолютно обессмыслиться. Ничего, к сожалению или к счастью, не возвращается. Нам иногда кажется, что будет хуже. На самом деле это может быть вообще как-то совсем по-другому. Но так как было, уже вряд ли будет. И ждать каких-то, что произойдет что-то такое, что вернется и будет очень тихо, спокойно, или наоборот, что-то само улучшится, здесь нужно все равно делать что-то. Я вас призываю только к одному. Действуйте. Жизнь идет, она такая, слава Богу, какая есть, хорошая, хуже, лучше. Не сравнивайте. Вот мы живем сейчас, и слава тебе, Господи, что нас здесь оставили. Поэтому действуйте, и как можно большему количеству людей предлагайте помощь. Потому что наша компания и, естественно, мы с вами, те люди, которые можем помочь решить проблемы либо со здоровьем, либо с заработком. Или и то, и другое. Поэтому вперед, задавайте вопросы, дергайте своих менеджеров, которые вас пригласили, приглашайте в нашу компанию, и мы будем рады всегда. И не важно, что вы решите. Решите ли вы просто купить один флакончик бальзам альпийской крах или экстракт грифрутовых косточек, запомните, это то, что может спасти реально от многих проблем, не только от вирусов. Хотя бы, не говоря уже о витаминах и прочих, предлагайте это всем. Говорите, что есть такая компания, есть такой продукт. Прямые поставки в Швейцарии. Спасибо.